Итак, коллеги, мы приступаем к завершающему событию нашей сегодняшней трансляции. Это IT-ринг между поставщиками команды, поставщиками команды IT-директоров. Я заранее хочу внести определенные корректировки. То есть в том блоке, где у нас в форуме, я, к сожалению, не внес редакционные правки, кто у нас будет участником, но в регламенте указано правильно, кто присутствует здесь, за исключением одного изменения. К сожалению, Соколов Андрей, руководитель отдела компании Лосудня, не смог к нам сегодня приехать. Я сегодня, скажем, где-то еще в обед с ним созванивался. Все-таки он не решился, ввиду, что грипп все-таки укусит наши ряды. Поэтому чуть-чуть в меньшем составе, чем планировалось изначально. Но, тем не менее, я думаю, что те вопросы, которые у нас вынесены сегодня на IT-ринг, мы в таком интерактивном режиме сможем обсудить. Несколько вопросов, я уже вижу, есть в форуме. Прежде чем приступить к тем вопросам, которые у нас в самом форуме находятся, мы проведем такое, скажем так, первое представление. То есть каждый из участников скажет несколько слов о своей компании. И я думаю, что после этого мы перейдем к заглавию. То есть у нас на заглавии такое провокационное, слегка работают ли сейчас реальные системы бизнес-анализа. Могу сказать, что это заглавие возникло не случайно. Это я его не сидел, не придумывал. Буквально где-то неделю назад, общаясь с одним из людей по скайпу, такой вопрос ко мне пришел. То есть финансовый директор одного из предприятий просто написал. Владимир Иванович, а работают ли сейчас реальные системы бизнес-анализа? И тут меня осенило, а у нас как бы тематики IT-ринга как-то вот такой красивого названия нет. То есть были мысли о том, чтобы обсудить эту, скажем, тему, но вот лозунг, я бы сказал так, небо. А тут лозунг от конкретного потребителя, от этого человека, который заинтересован. Вот он лег в основу его названия. Соответственно, я предлагаю таким образом, скажем, построить работу. И слева направо, вот как мы обычно там делаем, и здесь тоже сразу. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Романченко Дмитрий. Я являюсь IT-директором компании «Новая линия». Наверняка многие знают, это сеть строительных супермаркетов. Мы себя позиционируем как национальная компания. На сегодняшний день у нас 14 торговых центров, формат гипермаркета. Собственно, все товары, которые могут понадобиться для ремонта, сада и так далее. Компания уже более пяти лет на рынке. Ну, что можно еще сказать. Развиваемся, строим супермаркеты. Я считаю, что на сегодняшний день довольно-таки хорошо себя чувствуем на рынке. Спасибо. Спасибо. Алексей Постонко, руководитель BI направления компании CCG. Мы золотой партнером Microsoft. Соответственно, мы продвигаем вертикальное решение BI на Microsoft, в том числе и обычное BI решение на Microsoft. Сегодня о них я рассказывал. Спасибо. Андрей Ревудский. Я директор по продажам компании RBC Group в Украине. Наша компания занимается внедрением ERP-систем в системы бизнес-аналитики. Мы являемся партнерами Oracle Info по ERP-системам и партнером компании ClickView по системам бизнес-аналитики в Украине. Спасибо. Я Бузмакова Владимир, хозяин компании Suprem. У меня того особо представляться уже не нужно, но раз все представили, то я тоже. И еще один момент. Были вопросы по поводу презентации второго блока. Докладываю, что презентация, которая была в предыдущей, Алексея Постойенко, она уже на веб-сайте выложена. Вы ее можете скачать. Так что отработали оперативно. А сейчас непосредственно я предлагаю перейти к теме, работают или не работают. Если работают, то скажите пару слов о том, как работает и как. Что касательно новой линии, я могу сказать с уверенностью, что именно с началом кризиса такие системы начали работать у нас в компании. То есть до кризиса все более или менее имели какой-то запас прочности. Это был реальный или надуманный запас прочности. Рынок, я думаю, все расставил на свои места. Ну, мы, как и любая компания, которая борется сейчас за рынок и за выживание, в общем-то, как бы с момента начала кризиса активно начали искать системы, которые бы помогли нам, как можно назвать лупу, да, которая бы показала, что же сейчас происходит в компании. Где проблемы и как на эти проблемы реагировать, как их решать. Таким образом мы, в общем-то, провели, можно сказать, тендер. Довольно-таки долго выбирали, более четырех месяцев мы, в общем-то, смотрели разные продукты. То есть это разных поставщиков, в том числе, ну, в общем-то, смотрели в сегмент лидера, да, который по Гартнеру, что находится на передовой линии. Не знаю, не буду пока вдаваться в причины, почему сделали тот или иной выбор, да, но на сегодняшний день у нас закончен проект по внедрению, как бы, системы в бизнес-аналитики, это ClickView. Мы находимся на стадии, как бы, развития, развиваем эту систему, потому что, в общем-то, как бы, аппетит приходит во время еды, и пользователи, поработав с системой, генерят новые, 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 скажем так, пожелания, улучшения в эту систему, по поводу, как бы, функционала системы. ClickView у нас внедрялся, можно сказать, поэтапно. Первое приложение мы получили в течение 10 дней. Это было приложение, которое содержало в себе полугодовые продажи по всей нашей номенклатуре, а у нас ее более 100 тысяч в справочнике. И анализ позволяет до транзакционных, в общем-то, проанализировать по любому торговому центру, по любому ассортиментному направлению, он позволяет проанализировать себестоимость этих продаж, маржу, понятное дело, то есть, наценку и так далее, и так далее. Все, что касается, ну, это то, что касается продаж, что нам удалось, как бы, с компанией RBC Group, в общем-то, достичь результата и показать бизнесу, что это живое приложение, которое может приносить, как бы, пользу компании, да, ну, это в течение 10 дней. Далее мы начали развивать это приложение в направлении, так как мы розницы, нам интересны остатки, нам интересна себестоимость, не только продаж, но и, собственно, складок самого, то есть, в общем-то, к этому приложению были, как бы, это приложение наращивалось, то есть, мы начали анализировать чеки, было создано приложение по анализу журналов безопасности самой информационной системы, то есть, ну, на сегодняшний день это уже такое, не одно приложение, а уже ряд приложений, которые позволяют производить разного рода анализы, то есть, это и оборачиваемость товара, и находить ошибки при заказах менеджеров, находить товары, которые вымываются с ассортиментом, в общем-то, на сегодняшний день в нашей компании система работает, скажем так, очень мощный, вспомогательный инструментарий, который позволяет показать, что же на сегодняшний день происходит у нас с товаром в торговых центрах. Безусловно, основная информационная система, на которой мы работаем, это один из предприятий 8.1 и ее операционные отчеты, которые позволяют генерировать, они никуда не делись, они тоже развиваются, мы их тоже, в общем-то, активно используем, но когда идет речь о анализе, как бы, глобальном анализе по всей сети, по любому направлению, по любому артикулу, тут, в общем-то, с моей точки зрения, в общем-то, клик-вью, в общем-то, очень помогает нам. Хорошо, спасибо, и, может быть, сразу таких уточняющих моментов, то есть, я здесь посмотрю вопросы форума, по сути, частично вы уже ответили на один из вопросов, то есть, вопрос звучал, как, скажем так, какие, скажем, функции, да, системы наиболее востребованы бизнес-пользователям. То есть, по сути, вы частично уже ответили, но это, скорее, даже не функции, а результаты работы этой системы. То есть, бизнес-пользователи сами, вот, действительно, какие, какую-либо функциональность пользуют или нет, это один момент. И второй момент, здесь вот тоже, как бы, дезинфицированно-различная компания, есть вопрос, скажем, вот, о срок внедрения системы бизнес-аналитики под ключ. Ну, я так, наверное, понимаю, что под ключ имеется в виду, ну, понятие такое, там, достаточно емкое, да, то есть, это можно внедрять, особенно, что касается систем бизнес-анализа, их можно внедрять, там, всю жизнь, да, потому что совершенства нет, то есть, как только вы понимаете, что какой-то средь бизнеса для вас еще не понятен, вы начинаете, там, искать инструменты, там, пользовать, там, или пользовать существующие, но по-другому анализировать и так далее. Вот, но, тем не менее, насколько я понимаю, там, скорее, если к вам оперировать, да, то сколько понадобилось вам времени, чтобы, ну, там, от, просто поиграть, да, уже освоить это как инструмент и получать реальные результаты, и действительно, ну, как бы уже в такой деятельности реальной, то есть, ну, понятно, там, вы говорите, 10 дней, но это, скорее, так, ну, пристрелка, да, а вот реально вошло в, ну, в деятельность компании и дальше наращивается. То есть, ну, что такое, что можно загрузить за 10 дней, да, за 10 дней можно загрузить, собственно, данные, которые, можно сказать, есть предрассчитанные, есть непредрассчитанные данные, да, то есть, в обычных классических биосистемах эти данные, в общем, загружаются, агрегируются, пересчитываются, да, то есть, если данные лежат в сыром виде, которые нужно свернуть, да, здесь могут быть, ну, как, могут возникать дополнительные, скажем так, дополнительное время, которое нужно для того, чтобы проанализировать, а какие же данные и в каких срезах нужно показать в системе бизнес-аналитики. Что же касается того приложения, которое мы сделали за 10 дней, это, собственно, у нас есть таблица продаж, да, по всем торговым центрам, к этой таблице был написан ETL-запрос, который загружал эти все данные, а их там, я могу сказать, там, это в сотнях миллионов строк перемеряется. Загрузить эти данные, сделать отчеты, которые, ну, элементарные, да, то есть, отчеты, там, в клик-вью благо, там, данные представлять можно в разных, там, собственно, во всех биосистемах, графический интерфейс и интерфейс таблиц, которые, да, можно получить, они, в общем-то, развиты. То есть, это, как бы, данные, которые хранятся в базе. Первое, что, какая задача у нас была, это проверить, насколько же клик-вью, хватит ли прочности у клик-вью, да, на то, чтобы проанализировать тот объем, который есть у нас. Потому что клик-вью, основной постулат клик-вью, это не построение хранилища данных. Да, как бы, шли споры, сможем ли мы, и есть ли в мире, да, то есть, вот, компании, которые, в общем-то, подъема, таких, как у нас, да, смогли нормально эксплуатировать систему класса клик-вью, да, так как она является системой, собственно, где данные все перевариваются, если можно так выразиться, в оперативной памяти. То есть, основное, что, это, ну, первые 10 дней, это загрузить, можно сказать, плоские данные, да, без каких-то подробных, там, условий, которые можно отнести каким-то нюансам в бизнес-процессах компании, потому что, там, у нас себестоимость по-своему считается, и так далее, это уже более какие-то такие подробные, да, какие-то сложные варианты. Загрузить данные, проанализировать вот такой вот вал, скажем, транзакций, что было, собственно, сделано за 10 дней. Мы загрузили, проверили, посмотрели, сколько же оперативной памяти. Сейчас вы уже эксплуатируете в таком режиме живом или еще? Сейчас мы уже живом, почему? Потому что розница, продажи, ну, окей, продажи, это все хорошо, да, но нужно понимать, а стоимость склада, оборачиваемость каждой группы, в разрезе поставщика, в разрезе договора. Сколько времени уже эксплуатируете, по сути, в таком режиме? Ну, уже с месяца где-то эксплуатируем. Ну, уже с месяца. А вот до, как бы, самой эксплуатации, период от первого тестирования и до уже эксплуатации, сколько прошло времени? От первого тестирования... Ну, вот, потому что, говорили, загружали там 10 дней, да, там, пробовали, там, смотрели, а вот... А теперь уже месяц будет ерунда, или, может, вы можете уточнить? Я могу уточнить этот момент, смотрите, Владимир, дело в том, что, ну, Клифью и другие номеры BI-системы, они внедряются немножко по другой методологии. То есть, в данном случае мы не строим систему, архитектуру, да, в определенное время это выверяем, а потом запускаемся. В Клике мы можем запускать приложение по этапному, то есть мы можем сделать одно приложение, запустить его в работу, потом сделать следующее приложение, запустить его в работу. Фактически, если я правильно понял вопрос о внедрении системы под ключ, то сам термин под ключ подразумевает... Вот я сейчас просто делаю ремонт, мне это близко. То есть, под ключ, это когда этим могут начинать пользоваться системы пользователей. Я поэтому так и спормулировал. Ну, вот, в принципе, есть нюанс, понимаете, извини, перебендуй. Есть нюанс, то есть, есть аналитики, которым интересен весь комплекс. Остатки, себестоимость, продажи и так далее. Но из пользователей, которые есть, да, то есть, часть пользователей, например, операционному бизнесу неинтересна там себестоимость и так далее. Их интересует, в общем-то, насколько оптимально загружены склады и насколько оптимально работают поставщики с этими складами. Там, собственно, себестоимость их мало интересует. Себестоимость больше интересует, ну, в нашем случае, да, это больше, как бы, финансов, которые рассчитываются за товар и так далее. То есть, это немножко разные блоки. И, как правильно сказал Андрей, эти блоки шли у нас поэтапно. Первый был блок продаж, второй был блок себестоимости. В дальнейшем себестоимость перетекла в приложение остатков. На сегодняшний день мы имеем, в общем-то, весь комплекс, да. Ну, на каждое приложение такого класса, там, от 10, как это было с продажами, до, там, 14-20 дней уходило. И достаточно много, собственно, времени ушло на то, чтобы выверить данные. Так как лежат данные, считаются, там, в одной, просто в информационной системе, то есть, один из, да, они совершенно по-другому интерпретируются и совершенно по-другому работают механизмы хранения, расчета данных и представления этих данных. То есть, там такие нюансы возникают в этой связи. Ну, абсолютно верно. То есть, на самом деле, при внедрении тяжело говорить. Алексей, я сейчас действительно хотел, чтобы вам передать слово. Просто у нас еще остался один, ну, как бы, такой небольшой должок, да. То есть, к вам спормируем был вопрос, на него хотелось бы ответить. Ну, и, соответственно, тоже, как бы, осветить те же вопросы, которые мы сейчас поднимали. Значит, вопрос следующего плана, значит, вы внедряете систему, а как далее происходит ее использование в компании, неподнимо там дополнительное обучение персонала, изменение существующей структуры компании. Это вот, как бы, один такой вопрос. Ну, и параллельно тут еще один вопрос. Внедрение системы от Microsoft выполняют украинские компании, если да, откуда они прибыли опыт, привлекаются зарубежные специалисты, сколько внедрений имбирает в каких отраслях на данный момент, сколько в среднем внедряется рабочих мест, средняя стоимость проекта, сколько реально стоит для заказчиков поддержка системы в год. Я не уверен, что вы на все вопросы сейчас ответите, но, по крайней мере, вот какой-то средств. Давайте попытаемся. Давайте, да, давайте попробуем. Давайте начнем есть слона с хвоста. Ну, скажем так, что... Так, какой там был первый вопрос? Первый вопрос. Необходимо ли дополнительное обучение персонала и изменение существующей структуры компании? Ну, можно говорить как постулат, что без качественного обучения персонала ни один проект не будет, в принципе, успешен по BI. Потому что люди не только должны понять, что вот теперь они работают в 1С, теперь они работают, например, в Excel или в каком-то там другом клиенте. Они должны еще понять, как они будут работать. То есть обучение – это, наверное, один из ключевых факторов при внедрении такой системы. Потом, ну, насколько это меняет бизнес-процессы, опять же, зависит от того, как сейчас, как люди работали с такой системой. Ну, вот приведу пример одной компании, которая является дистрибьютором автозапчастей. Фактически при внедрении BI нам пришлось переработать полностью процесс, как люди, собственно говоря, заводят подобные вещи в систему, каким образом происходит очистка данных, каким образом происходит подготовка отчетов. Ну, то есть это, на самом деле, затронуло бизнес-процесс уже в самой компании. Но, с другой стороны, может быть ситуация, когда BI внедряется менее безболезненно, когда есть какие-то системы, например, из ERP, которые дают отчетность. То есть мы при внедрении можем просто, скажем, предоставить им другие интерфейсы, не меняя принципов их работы. Но в большинстве случаев всегда определенное, скажем так, противодействие есть пользователей. Есть всегда ситуация, когда, скажем, людей приходится переучивать, иногда насильно. Их необходимо, скажем, привлекать на свою сторону, объясняя, что это будет система им идти только в помощь, не вредить. Ну, то есть это стандартные классические ситуации, которые происходят в любом проекте. Второе, что я хотел бы добавить, что внедрение под ключ – это, опять же, очень размытое понятие для BI-системы. Почему? Поскольку стоимость решения в конечном итоге упирается в качество данных. Ну, наверное, это ключевой вопрос, насколько у вас качественные данные. Если у вас данные качественные, мы вам построим все за неделю, за две. Но обычно такого не бывает. И вот как раз здесь приходят на помощь коннекторы и преднастроенные какие-то вещи для уже готовых решений. Поскольку в этом случае нам, как специалистам, необходимо меньше времени тратить на, например, коннект к Аксапте. И, с другой стороны, мы многие вещи уже получаем готовые на основе шаблонов к внешним системам. Конечно, это не всегда бывает, но это помогает зачастую здорово. Вот, соответственно, стоимость решения можно рассчитать, как взяв количество ваших источников данных, понять, насколько ваши справочники, например, по этим данным согласованы, насколько они качественны, и понять, насколько нам много придется времени, собственно говоря, тратить на интеграцию таких источников. Если мы это поймем, то мы сможем сказать вам стоимость достаточно точно. Опять же, система, которая подключается к одному источнику, например, к одной яркой системе, ну, соответственно, будут дешевле, если в этой системе данные высокого качества и точные. Ну, опять же, эта сумма может колебаться от 7 тысяч долларов за именно работы и уходить в облака. Но сейчас, во время кризиса, мы больше позиционируемся на проекты такого средней продолжительности, то есть это до 5 месяцев, и стоимость порядка, ну, обычно выходит где-то 20-30 тысяч долларов, но здесь, опять же, большую часть времени мы тратим не на разработку, большую часть времени мы тратим именно на сбор требований, понимание того, чего клиенту нужно. А сам продукт и стоимость поддержки, я думаю, из этих вопросов, там какие-то ориентиры поставили? Ну, стоимость, скажем так, софта в нашем случае всегда выходит меньшей частью стоимости проекта. Опять же, можно говорить о том, что стоимость решения может колебаться в районе 8 тысяч долларов, если это средняя компания, например, оптовая торговля, и, конечно, заканчиваться 100 тысяч долларов за решение для хранилища для всего банка, в котором будут храниться история по клиентам, по выписке все из корбенкинга, с интеграцией с CRM, то есть стоимость может быть очень большая. В плане сразу вы прокомментируете ваши... Я хотел точить, а 8 тысяч долларов – это за какое количество пользователей? Это за Unlimp для данных порядка 500 гигабайт. То есть у вас идет ограничение по данным? Нет, ограничения никакого нет. Но 8 тысяч – это та стоимость, которая, скажем, для компании из 50 пользователей, которая выгружает данные из SAP R3, например, из Зибеля, и если это данные не транзакционные, это не розничная торговля, а оптовая, ну вот для нее это стоимость хранилища, АЛАП кубов и инструменты по загрузке данных. Но это только софт, да, то есть мы не будем говорить, что BI дешевый. Конечно, если мы говорим о коннекторах, например, к, ну, например, как к SAP или к Navision, они каждый могут стоить 3000 евро, потому что это коннекторы норвежские. Но аналогичную работу мы можем делать своими руками. То есть вы в этом случае, это треугольник компромисса, где мы выбираем – это работы, это готовый софт, и что для вас важнее – стоимость, продолжительность работы или быстрый time-to-market. Конечно, я думаю, может, просто в этом же вопросе вы, скажем, может быть, скажете, ограничить это, ну, как бы, очередливо, если вы очень, чтобы… Я с удовольствием отвечу на все эти же вопросы. Единственное, что хотел бы, Алексей, уточнить, ну, два буквального момента. В вашем интересе прозвучало именно отчеты и система отчетности. Просто система отчетности и репортинга – это не совсем то же самое, что и система бизнес-анализа. То есть какие-то инструменты аналитики. Я просто, честно, я не знаком с Microsoft-овским инструментарем, я знаком с ClickTech немного, поэтому я могу оперировать. То есть фактически вот сумму, которую я назвал, включается весь софт, ну, то есть я назвал сумму на SQL Server Standard Edition. То есть поскольку Microsoft – это коробочный продукт, то в него входят и ETL, и хранилища, и кубы, и репортинг. Для компании, в которой будет работать 50 человек и в которой данных будет, ну, скажем так, 100 гигабайт, может быть, больше, это достаточно, это нормальная цена и это нормальная стоимость для… Для репортинга? Ну, не только для репортинга, для Ad-hoc-анализа, например, для ETL, и для самого хранилища. То есть мы говорим не только о фиксированных репортах, которые там с фиксированными фильтрами, это может быть полноценной нормальной аллокубой. Ну, то есть, говоря вашими словами, аналогичный функционал ClickTech. Хорошо, и вы говорили, что вы можете завершить проект за 2 недели, а есть примеры? Ну, есть Proof of Concepts, которые мы делали меньше, чем за неделю, поскольку качество данных было высоким. Но пока что мой пример, ну, пример нашей работы показывает, что качество данных низкое, и у нас уходило порядка, ну, наверное, ну, до месяца только на то, чтобы наладить процесс в самой компании. Ну, я расскажу о чем. Мы работаем сейчас достаточно активно с дистрибьюцией. И проблема, когда мы синхронизировали справочники по всем SKU внешних, ну, как бы, с родничной торговли и самого поставщика, это был процесс, где нам пришлось просто менять бизнес-процесс. То есть говорить, как поставщики поставляют данные, как мы их принимаем, как мы их интегрируем. Конечно, это не 2 недели, поскольку только согласование, в общем-то, процесса с родницей там заняло порядка месяца. Но технически, технически, опять же, повторюсь, 2 недели – это срок, когда мы можем показать уже результаты по данным. Ну, из такого примера мы работали с достаточно крупным заводом в Донецкой области. Там у нас на интеграцию данных из Oracle Airbusiness Suite ушло, ну, где-то 10 дней. То есть, в принципе, вот, да, 2 недели. Доступен для референс визита? Ну, это по КПОС. Я понял. Хорошо. Можете просто прокомментировать тоже, ну, по поводу стоимости, да, то есть, чтобы мы понимали, да, то есть, раз уже прозвучали цифры по проекту и по, там, решению, то есть, с точки зрения сорта, то есть, в принципе, хотелось бы, чтобы Вы тоже озвучили, ну, людям было как сравнить, да, хотя бы, или ориентиры увидеть. Я понял. Хорошо. Значит, аналогично могу сказать о клике. У нас немножко другая ситуация. У нас, поскольку внедрение системы Клифью не требует построения хранилища данных, не требует там построения АЛАП-кубов, витрин, ну, в принципе, это, как бы, система уже следующего поколения после АЛАП-кубов, соответственно, внедряется она в несколько раз быстрее. То есть, мы до этого занимались системой КОГНОС, и объективно есть чем сравнивать. Среднестатистический проект у нас занимает, наверное, внедрение месяц работы с нашей стороны. Соответственно, я не могу сказать, что меньшую часть занимают лицензии. Пользовательские лицензии, там есть более пяти видов различных штук, в зависимости от потребностей пользователя. В принципе, пользовательские лицензии стоят от 60 до 960 евро. За одно конкурентное лицензии? За рабочее место. Ну, там есть несколько типов и конкурентные, и неконкурентные. То есть, если кому-то интересно, я могу это рассказать более подробно. Ну, в принципе, здесь не стоит лицензии. Ну, в принципе, ориентир, да. У нас точно не стоит лицензии. Бывает ситуация, когда клиент, мы закончили, например, наш ERP-отдел заканчивает внедрение, допустим, того же Navision, да, Navision, он строится на SQL-сервере. В этом случае мы проект сразу же можем удешевить, за счет того, что мы лицензии на SQL-сервер повторно не продаем. То есть, они уже есть. Но может быть ситуация, когда, конечно, человек хочет получить, например, ad hoc анализ, и для этого ему нужен, ну, в случае с Microsoft, это либо Excel, либо тонкий клиент. Иногда клиент просто под проект закупает, там, например, офисы. Вот. Ну, то есть, поэтому стоимость очень сильно варьируется. Но она может варьироваться в 8000, это стоимость именно корр-системы, да, и подключение через веб. Хорошо. Значит, может быть так кратко, да, то есть, тут много вопросов, которые там, внедрение системы от Microsoft выполняют украинские компании. Тогда нет. Ну, опять же. Это хорошая вопрос. Интеграцию данных выполняют украинские. Для компании бизнес-консалтинг выполняют компании-поставщики вертикальных решений. Но это касается страхового бизнеса в нашем случае и поставки датамайнинга, поскольку в Украине еще нет того количества специалистов, которые могли бы по датамайнингу эффективно работать. Я могу сказать, что, ну, можно на пальцах пересчитать такие компании в Украине в принципе. Мы же работаем с компанией G-STAT, которая внедрила порядка 500 датамайнинг-проектов. Поэтому в данном случае у нас команда объединенная, это ETL-специалисты с нашей стороны и бизнес-консультанты и консультанты по датамайнингу со стороны G-STAT. Но они русскоговорящие, это Израиль. Мы уже ответили сразу на три вопроса, поэтому нормально. То есть, откуда опыт, понятно, зарубежные специалисты привлекаются. А сколько внедрений и в каких отраслях на данный момент есть у Microsoft в Украине? Ну, не знаю, есть у вас статистика, можно что-то сказать? Ну, я не совсем корректно тут говорить, поскольку все-таки я не представитель Microsoft. Ну, значит, нету. Может, Microsoft ответит? Ну, Microsoft, я знаю. В любви не о компании Microsoft. Ну, это крупнейший ритейлер в Украине. То есть, это сеть CELPO. Это внутреннее внедрение, ну, еще как минимум в одну сеть по поставке компьютеров. Не хочу говорить, потому что, по-моему, это не внешний референс. Вообще, по опыту могу сказать, что ритейлеры достаточно активно используют хранилище на Microsoft. Как бы я до этого работал на Microsoft. И это были наши основные клиенты. Из таких интересных еще внедрений, открытых, это Slavutich, это пивариная компания. Slavutich, где было разработано хранилище и многомерный анализ. То есть, там, в принципе, сейчас вся отчетность ведется по BI-системе. Мы же работаем как компания с ECG, больше, скажем так, с SMB-сектором. Это компания с количеством людей порядка 200-300. И вот у нас сейчас внедрения как раз идут, то есть, мы можем о них говорить только персонально, поскольку они еще не завершены. Ну, то есть, я бы сказал так, измеряются пока там, ну, не там сотнями, да, то есть, там, это порядок десяток, там, несколько десятков, правильно? Да, совершенно верно. Хорошо. Завершенных? У нас есть завершенные проекты по ростнице. Хорошо. Вы аналогичную информацию там можете. Да, значит, ну, поскольку для QQ не нужен датамайнинг, соответственно, я, к сожалению, не могу похвастаться тем, что мы привлекаем специалистов по датамайнингу. Мы бизнес-аналитик устроим без хранилищ данных, соответственно, справляемся сами. Мы сертифицированы по клипу в Украине. В принципе, полный набор всех необходимых специалистов у нас есть. Там еще были какие-то вопросы? Ну, я думаю, что к этому мы уже подведем черту. Я перейду к следующей группе вопросов. По количеству. Ну, по количеству за последний год у нас шесть завершенных проектов по бизнес-аналитике, которые мы даже можем перечислить. Да. Ну, на часть вопросов уже ответы на самом деле прозвучали. Я так просто просматриваю, скажем. Из каких систем сбора информации получают данные для анализа без систем? Ну, в принципе, уже было озвучено. То есть, это РП-системы, там, разного класса от 1С, заканчивая САП. Вот у нас сейчас... Экономический эффект. Вот какие-то ориентиры вы можете по экономическому эффекту сказать? Вы и вы соответственно. Ну, могу сказать по оптовой торговле. Последние, скажем так, у нас достаточно сейчас активно с этой отраслью работаем. То есть, внедрение BI, во-первых, позволило уменьшить время, за которое руководители начали получать информацию по остаткам и по продажам в розницу. То есть, пока что мы уменьшили это время до одной недели, поскольку физически дилеры не могут поставлять отчеты быстрее. Во-вторых, мы уменьшили нагрузку на специалистов по сбору этой информации, поскольку раньше эти данные собирались вручную и агрегировались целым отделом аналитиков. Мы уменьшили это время до... Ну, то есть, количество людей до одного человека, который просто проверяет качество данных. Вот. Ну, экономический эффект компания смогла выявить, несоответствуя в своих данных, на достаточно крупную сумму. То есть, такой, что легко перекупает сам проект. Ну, опять же, как правильно сказал Алексей, почитать экономический эффект от BI в чистом виде достаточно сложно, потому что это как экономический эффект от мобильного телефона. Все понимают, что без него работать нельзя и плохо, но сколько точно он денег приносит, непонятно. Но у нас есть данные по одному из наших заказчиков, это дистрибуционная компания с большим количеством торговых агентов, аналитиков. Они, правда, посчитали только сэкономленное рабочее время своих сотрудников, которые они раньше тратили на построение отчетов. И вышло, что за счет сэкономленного рабочего времени на фонде заработной платы они окупили весь проект за месяц. В остальных случаях были выявления крупных убытков, забытые товары, недополученные ретро-бонусы и прочее, но это, как правило, никто не систематизировал, никто не считал. Понятно. Ну и в продолжении, наверное, этого же вопроса, на данный момент бизнес скорее заинтересован в живых деньгах, в текущем обороте, а не в перспективах на следующие пять лет. Как в этом контексте может помочь система бизнес-интеллижения, в какой степени, я думаю, что мы адресуем вопрос вам в первую очередь. В любом случае идет речь, наверное, о каких-то недальновидных бизнесменах, я бы так сказал, потому что дальновидные бизнесмены понимают, что потеряв сегодня какую-то часть, особенно если это касается каких-то сетевых структур, он теряет вот эту часть в каждой структуре и через какое-то время он получит лавину, в общем-то, как бы недополученной прибыли, скажем-то. Серьезно мне сказать, компания, которая сейчас, скажем так, заботится только о своем, допустим, обороте, она не имеет перспектив? Ну, сегодня такая ситуация, что этот, скажем так, в этом контексте это очень сегодня, на сегодняшний день это острый вопрос, да, потому что сегодня нужно, все буквально работают на острие ножа. Шаг в лево, шаг вправо, и ты уже, в общем-то, выпадаешь с рынка, и это вот сам рынок показывает, сколько компании уже, в общем-то, и обанкротились и так далее, но не будем о плохом. То есть все-таки именно о перспективах думают, да? Конечно, ну, на перспективах и о тех, если еще, в общем-то, как бы поставщики BI-систем заявляют, что они могут быстро, собственно, внедрять довольно-таки сложные проекты, да, и практика показывает, что это действительно так, то, и на самом деле, вот даже недавно приходила по почте, в общем-то, от IBM, не анализ, а обзор. Опросы IT-директоров на сегодняшний день показал, что, по-моему, более 80% респондентов ответило, что основное направление и основное направление по бюджетированию, там, на ближайший год, да, будет направлено именно на BI-систему. То есть, собственно, весь мир на сегодняшний день идет в направлении бизнес-анализ. А там были адреса, телефоны? IBM.com. Я думаю, что это, наверное, все-таки не украинский КТ-директоров, наверное, международный председатель. Украинский тоже. Или украинский. Ну, почему нет? Мы же, как бы, позиционируем себя, в общем-то, уже более европоориентированно и с рыночной экономикой, вроде бы. Ну, закон этой экономики никто не отменял. У нас они имеют свой окрас, да, специфический украинский, но они все равно работают. Теория экономики, экономическая теория, она, как бы, одна. Хорошо. В этом плане тогда вопрос тоже к вам. Он пиарный, на самом деле, даже получается. Чем вы можете помочь своим клиентам? А тут, правда, еще приписка есть. Если можно на конкретных примерах и с цифрами. Ну, я не уверен, что, конечно, вы можете называть конкретные примеры, да плюс еще цифры. Но, во всяком случае, как-то вот обозначить действительно, то есть, чем системы такого плана могут помочь клиентам. Может быть, я помогу? И в том числе с оборотом? Нет, конечно, вы помогаете. И примеры цифры, да, может быть. Яркий пример у нас, да. То есть, берем один торговый центр, берем полностью весь ассортимент товара. В течение 15 минут мы получаем отчеты суммами со всеми, сколько же товаров у нас вымылось по разным причинам. Ну, первая причина – это человеческий фактор. Да, менеджер забыл заказать, не знал, у него не хватает квалификации и так далее. То есть, система бизнес-аналитики в течение 15 минут – это уже готовый отчет, который отправляется в торговый центр и на который торговый центр должен дать ответ. То есть, собственно, вот та сумма, которая попадает в этот отчет, вот это наша, посчитав маржу с этой суммой товаров, которые, в принципе, могли не оказаться на полках в нужный момент, когда пришел покупатель. Это наши убытки и, собственно, это вот та вот экономическая выгода, которая, в общем-то, могла уйти у нас из рук. Ну, обычно биоаналитика – это как раз тот инструмент, который, скажем так, в отличие от многих других систем для бизнеса, например, тех же ERP, может сразу вам показать экономический эффект. Ну, допустим, это конкуренция. Вот интересный пример по оптовой торговле. Зная объемы складов дилеров и зная ваши поставки туда, при уменьшении поставок в каком-то регионе вы можете анализировать, почему дилер резко стал меньше закупать у вас, допустим, сигарет. Это может быть причина, что просто конкурент перекупил вашего дилера или, с другой стороны, у него дела это плохо. В любом случае, это вопрос для вашего регионального селс-менеджера, почему у вас дела в регионе проседают по этому дилеру. Это один из примеров. Другой по рознице. Ну, обычно очень интересная статистика можно получить по покупательской корзине. То есть, вот один из таких результатов оказывается то, что зачастую товары, которые в покупательской корзине, скажем так, являются необходимыми, и являются причиной, почему клиент пришел в магазин, они зачастую являются out of stock. То есть, они либо быстро исчезают с полок, либо их недостаточно заказывают. Обычно к ним внимания, скажем так, недостаточно. То есть, если у вас нет товаров этих, соответственно, клиент их и не покупает. Ну, вот у одной из интересных сетей автозаправок наш анализ показал, что сигареты, которые продавались на автозаправках, вне города, намного, ну, то есть, вне города фактически продавалась только одна марка сигарет. Что интересно, она в автозаправках чуть ли не половину времени была, ну, просто их не было. В городе совсем другая статистика, но без аналитики вы это просто не увидите. Подробно в цифрах. Ваш. Ну, ответ, на самом деле, тоже достаточно, вернее, вопрос достаточно большой. Как мы можем помочь сразу и с цифрами? Ну, некоторые цифры я называл до сих пор. Могу еще привести пример, вот, в компании, например, Optima Farm. Это достаточно большой, один из крупнейших украинских фарм-дистрибьюторов. Сейчас они особенно на слуху, в связи с ситуацией. Мы, внедрение, которое касалось нас, мы завершили за 3-4 дня. То есть, вся работа специалистов компании RBC Group заняла 3 дня на одно приложение, 4 дня на другое приложение. Вот, параллельно шло обучение команды внедрения компании Optima Farm. И с тех пор мы о компании Optima Farm не то, что бы не слышали, но, по крайней мере, наша работа там на этом закончилась. То есть, они с удовольствием посещают наши мероприятия, в целом благодарны. Я надеюсь, что в текущей ситуации они справятся гораздо лучше, благодаря нашему продукту и нашей помощи. Если говорить более масштабно и абстрактно, то вот прозвучала мысль, что есть правильные компании и неправильные компании. В смысле, отношение к информационным технологиям в компаниях будет правильное или неправильное. То есть, все направлять, либо бегать, тушить пожар, переливать финансы с одного на другое, либо посмотреть немножко дальше и попытаться улучшить в целом пожарную безопасность. На самом деле, действительно, действует, насколько я уже работаю в продажах в этой отрасли, в Украине и в Белоруссии, в целом в СНГ, можно четко выявить два сегмента компаний, то есть, с подходом к IT. Некий такой советско-предпринимательский, когда все тратят деньги сегодня и сейчас. И более системный такой, я бы сказал, прозападный, прорыночный подход. В принципе, по нашему опыту, это сегментирование видно уже на втором же телефонном звонке и зачастую на первой встрече. То есть, наши специалисты, которые работают в области продажи, накопив определенный опыт, они уже могут в первую неделю общения с клиентом понять, насколько он перспективен, насколько стоит строить им отношение на долгосрочную стратегию, либо есть люди, которые понимают, что им нужно, что они тогда могут получить и быстро принимать решение. В Optima Farm решение о внедрении клик-вью было принято за один день. То есть, мы за один день разработали демонстрационные пилотные приложения на их данных, показали его руководству, руководство увидело, что это такое, что это может дать принести. Решение было принято тут же. В компании «Новая линия» более сложная структура субординации, поэтому так получилось, что мы так дольше договаривались о том, чтобы показать систему руководству, чем потом ее внедряли. Такое тоже бывает. Ну, вот, честно говоря, вы уже начали отвечать еще на один вопрос. Это, что происходит дальше? Вы внедрили систему, а дальше кто ее эксплуатирует, сопровождает? Ну, как бы такая троеточие дальше. Ну, вот, честно говоря, почему вы уже сказали, что вот, например, из Optima Farm вы уже ушли, и они сами делают, что хотят, да? Ну, то есть, дальше, как бы, компания сама эксплуатирует. Кто эксплуатирует, чего, как, ну, может быть, в этом разрезе вы поделитесь, там, своим опытом тоже. Как вы видите, да, кто же ее эксплуатирует, да, то есть, и что происходит после того, как вы уходите? Ну, действительно, в компаниях второго типа, вот, как заметил Андрей, которые ориентируются стратегически на внедрение подобных систем, это интерактивный процесс, который может длиться до бесконечности, поскольку всегда будут находиться новые источники данных, которые будут, могут помочь в анализе, то есть, это могут быть данные какие-то по конкурентам, какая-то сезональность более точно. Опять же, будет накапливаться история, которая со временем позволит нам более точно прогнозировать, делать более точные прогнозы, более, скажем так, более точно видеть тенденции по рынку. Ну, и кроме этого, я сейчас вижу, что клиенты обычно уже сейчас смотрят на стратегическое развитие, которое обычно включает сначала интеграцию с одной, допустим, двумя бизнес-системами и со временем добавление, скажем, основных систем, такие как CRM, ERP, для создания единого централизированного хранилища данных в компании, поскольку все-таки возможность получить качественные данные, которым вы доверяете, это, к сожалению, пока что еще не стандарт де-факто в Украине. То есть, далеко не каждая компания может этим похвастаться. Хорошо, ну, скажем, я понимаю, там, итеративные, развивающиеся и так далее, но все-таки, там, компания один раз у вас прибыла решение, а дальше чего? Вы ее все время сопровождаете? Или она все-таки обучает, там, своих людей и просто использует сама, иногда, там, обращаясь, там, за какой-то поддержкой? Или, может, вообще не обращается? Откупили и все. Ну, у микрософтовских продуктов такая же идея, наверное, как и у ClickTech, это, там, BI массы. То есть, если вы сможете, если вы даете возможность проанализировать данные одну-двум человекам в компании, этого еще недостаточно для того, чтобы компания изменилась. То есть, только когда все люди, которые причастны к принятию решений, получают доступ к аналитике, в этом случае, собственно говоря, эффект от этой аналитики достигается максимальный. Вот, поэтому, я думаю, что вопрос, скорее, звучал в той плоскости, насколько мы, ну, мы, это мы и вы, да, можем быстро и полноценно обучить команду внедрения заказчика, чтобы они могли в дальнейшем... Ну, это одно, да, и потом, нет ли привязки, да, какой-либо там... Ну, например... Говорят, ERP, например, систему внедряют, есть такой способ, да, то есть, присадить на иглу, а потом, как бы, ну, доить заказчика до тех пор... Это классно, ну, как же же, мы же вместе с вами, там, растем и развиваем систему. Это очень здорово, и так растут 5 лет, там, 10 лет, да, то есть... Нет, ну, иногда это правильно, иногда, может быть, это кому-то не понравится. Но суть в том, что такой подход есть. Вот в этом плане интересно было бы, ну... Здесь, наверное, надо говорить о закрытости или открытости этих систем. Это первое, второе, вот, команда заказчика, она есть или нет? Есть же компании, Андрей, не даст соврать, есть компании, которым, в принципе, это неинтересно. Они говорят, нам нужно это, это, это в таких разрезах, и вот такие сроки получения отчетов, точка. Ну, такие компании не задают таких вопросов. А если компании интересно это развивать, сопровождать продукт самостоятельно, ну, в большей степени самостоятельно, ну, мы к такой относимся тоже, то я, может быть, немножко однобоков, потому что мы, в общем-то, выбрали ClickView, с ClickView, ну, логист 1С, я думаю, все понимают уровень человека, в общем-то, за 10 дней, у нас даже без обучения, мы даже не обучались, в принципе, только вот по той документации, которая есть, и тот опыт, который он получил за эти 10 дней работы с данными, да, то есть он выходит на уровень того, что он может, в принципе, написать запрос, который загрузит данные, представит их в нужном виде, и пропишет какие-то формулы, то есть если нужно что-то дальше как-то развивать, какие-то дополнительные там функции или по архитектуре, и тут уже нужно, конечно, задуматься над обучением своих специалистов, что, в принципе, любой, я думаю, вендор, он предлагает подписать договор на обучение здесь в Преум-Эфи. На самом деле, ну, я могу внести некоторые цифры в этот вопрос, в принципе, полноценное, в том, что касается ClickView, полноценное обучение разработчика, то есть человека, который может писать загрузку данных, ну, от самого полномасштабного, да, специалиста высокого уровня по системе, у нас курс обучения занимает 4 рабочих дня. Естественно, это не человек с улицы, это IT-специалист, который должен быть там знаком хотя бы с SQL-ем, вот, если он умеет программировать в 1С и знает SQL, это, в принципе, уже достаточно времени. Для профессионального пользователя, построителя отчетов, то есть это человек, который не связывается с загрузкой данных, там, расчетом формул и прочим, а который на уже имеющихся затянутых данных строит таблицы, интерфейсы и прочее, ну, делать визуализацию данных, то, в принципе, здесь продвинутый пользователь компьютера, да, не обязательно с каким-то опытом программирования обучается за 2 дня. А сами пользователи системы обучаются работе в ней, ну, большой натяжкой за час. Вот у нас был практический пример, мы в сентябре делали семинар по бизнес-аналитике в Трансфорсе на Петровке, там очень удобное место, у них там за каждым столом есть уже мониторы, там стоят компьютеры. Мы, в принципе, проинсталировали на каждый стол систему, поставили небольшой демо-пример, и после, как бы, нескольких часов наших лекций, презентаций и так далее, предложили нашим гостям самостоятельно поработать, проанализировать деятельность некой дистрибуционной компании. Да, то есть там была полноценная дистрибуционная модель, группы клиентов, товаров, линейки, филиалы, продажи, периоды. Ну, это было реальное наше приложение для анализа продаж, только там были данные, как бы, естественно, сгенерированные случайным образом, и мы туда специально заложили порядка восьми таких бизнес-проблем, да, почему у нас в этом квартале ухудшилась ситуация. То есть там от одного клиента у нас пошли отказы, кто-то перестал покупать, а там по вендорам, по двум вендорам у нас было много очень возвратов, ну, вот такого уровня задачи. И, в принципе, люди, которые в этот день систему видели впервые, в течение 30 минут нашли порядка 60-70% всех этих проблемных мест. То есть, причем, сказали это с удовольствием, да, и без дополнительных вопросов. То есть для меня это самый лучший, как бы, показатель, который может быть по отношению пользователей в системе, да, потому что заставлять точно никого не приходится. То есть, опять же, мы, наш подход таков, что мы используем, стараемся предлагать вертикальные решения на продуктах Microsoft, поэтому обычно интерфейсом к таким системам является Excel. В случае же, когда данных, ну, очень много, что даже Excel 2007 не может с этим справиться, либо, если вам нужен какой-то продвинутый анализ, то мы предлагаем другой клиент, да, но обычно есть Excel, с которым все бизнес-пользователи, ну, очень хорошо знакомы. И просто, когда мы начинаем общаться с пользователями, они, у них сначала есть опасение, что, что мы, неужели мы откажемся от Excel, да, если им говорить, что это Excel, это те же сводные таблицы, те же фильтры, только теперь это все работает в десятки раз быстрее, и данным вы можете доверять, все, как бы, стоппер снимается. По разработчикам, ну, вот, в общем-то, обучение программиста, например, на Вижена, это где-то, ну, неделя времени. Но, опять же, это обучение всему продукту, который необходим для строения тела, поддержки хранилища, кубов и репортов. В принципе, у нас технология открытая, это скверсервер и, как бы, фреймворк, да, то есть, ну, готовые какие-то конструкторы над ним. И поэтому обучиться можно в любом центре Microsoft, это недельный курс по бизнес-аналитике, стоит он 500 долларов. Вот, то есть, обучение достаточно массовое. В общем, не присаживайся, но иглу можно так. То есть, можно, всего можно научиться. Ну, на самом деле, это тоже касается и ERP-системы, то есть, по большому счету, компания тоже делает... Это есть недельный курс обучения САП? Нет, я не об этом, я с точки зрения подхода, не про недельный курс, а с точки зрения подхода к внедрению, да, то есть, ну, можно, скажем, нанимать, постоянно платить кому-то в качестве, там, аутсорсинга, можно формировать свою команду. И тот, и другой подход в Украине работают, причем, я бы сказал, там, наверное, там, ну, или 50 на 50, там, или 40 на 60, но, в общем-то, сравнимые по, скажем, показателями по характеристикам, вот, поэтому я не думаю, что вот именно в ситуации, там, с системой бизнес-интеллигентом что-то поменялось бы, там, сильно. Хотя здесь, ну, наверное, поскольку это все-таки, ну, как бы, инструмент, как говорите, из быстрой подготовки, то вероятность, верно, того, что люди придут к тому, что, ну, как бы, внутри себя надо иметь соответствующих специалистов, ну, более высокое, чем, скажем, нанимать все время на аутсорсинге, там, людей, которые будут, там, помогать. Сейчас, да, то есть, сейчас, да, в условиях кризиса. Вот, например, Андрей предлагал договор подписать. Да, 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 я понимаю. Значит, и, соответственно, скажем, еще в, как бы, в этом же, какие-то направления, ну, хоть чуть, ну, скажем, с другой стороны, да, то есть, мы поговорили о тех людях, которые, ну, там, администрируют систему, да, там, а вопрос с точки зрения эксплуатации, значит, вопрос звучит так, эксплуатацией ERP-систем занимаются бухгалтеры, там, кладовщики, финансисты, там, и так далее, то есть, это все управленцы. А кто же займется эксплуатацией еще одной системы бизнес-анализов? Вот такой вот вопрос, а кто, да, вот, действительно? Ну, в принципе, на самом деле... Именно эксплуатации, да, то есть, пользователи. Будет пользователи, а не системы, да. Очень хороший вопрос, вот, и на самом деле пользователей у систем бизнес-аналитики может быть даже больше, чем пользователи ERP-систем. Это если мы говорим о, не о количестве, да, потому что там в компании может быть 300 менеджеров, да, естественно, что на менеджеров там по продажам, которые там с ERP-системой должны работать, но заниматься бизнес-аналитикой у них, может быть, возможности нет, а именно о ролях. Так вот, по ролям системой бизнес-аналитики может пользоваться, скорее всего, большее количество людей, чем основной учетной ERP-системы. Расскажу почему. В реале современного украинского рынка редко где можно найти компанию, в которой четко есть одна ERP-система, в которой работают все отрасли, все подразделения, и все работают только вот вне одной. Чаще всего это у нас бухгалтерский учет идет в одной системе, склад в другой системе, производство в третьей системе, бюджетирование в четвертой, а CRM в пятой. Соответственно, у нас получается пять систем, да, если у нас сто людей работает в компании, да, то по 20 пользователей одной системы. Бизнес-аналитика, по крайней мере, Клик, без проблем может присоединиться ко всем пяти этим системам, взять из них данные, плюс, может взять данные из Excel, из веб-источников, ну, в принципе, откуда угодно. И, соответственно, для каждого типа пользователя предоставить инструмент, который позволит ему, во-первых, смотреть ту информацию, которая нужна, как я уже сказал, в одном инструменте, а это очень важно, потому что у нас таким образом формируется единая точка правды в компании. Если у нас смотрит на, там, оборачиваемость на движение товаров кладовщик, то он видит ту же сумму, те же цифры, когда смотрит на оборачиваемость товаров бухгалтер, на оборачиваемость товаров смотрит менеджер, директор и так далее. То есть у нас не возникает споров по поводу того, а чьи данные, в чем файлики данные сейчас правильные. То есть это одно из главных преимуществ. Соответственно, когда у нас все данные есть в одной системе, то мы можем настроить и предоставить доступ или в виде, если уже еще надо, плоских отчетов. Но лучше всего, конечно, пользоваться бизнес-аналитикой не как плоским отчетом, а как аналитическим инструментом. Это когда мы можем получить, допустим, картину по оборачиваемости определенных товаров, да, то вот эта оборачиваемость этой группы товаров у нас падает. Мы их выделили и тут же смотрим, а какие поставщики нам поставляют эту группу товаров, да, а какие менеджеры у нас ее продают в регионах, а какие закупщики у нас закупили этот товар, почему он так долго лежит. Можем посмотреть оборачиваемость именно этой отбора, там, в разрезе магазинов, временных периодов. То есть бизнес-аналитика – это давно уже не инструмент получения каких-то финальных, конечных данных. Вот у нас упала маржа в этом периоде настолько-то. А почему – никто не знает. Бизнес-аналитика теперь может дать ответ на вопрос не только «что случилось», но и «почему случилось». Да, так что это уже не генератор каких-то отчетов, это инструмент именно творчества, когда человек может найти не только проблему, но и ее причину, а также пути ее решения. Меня, кстати, вот заинтересовала сама тема нашего семинара, да, работает ли сейчас реальный системный бизнес-анализ. Я с таким вопросом сталкивался, я, в принципе, понимаю причину его возникновения. Дело в том, что у нас сейчас, ну, пользователи информационных систем из бизнеса, ну, объективно не совсем реально видят разницу между системами аналитики, системами планирования, системами прогнозирования, системами бюджетирования, системами моделирования. То есть, реально, для среднестатистического бизнесмена это что-то компьютерное, что, скорее всего, должно быть в одной и той же системе. Понятно, что в современных условиях это, скорее всего, вопрос из серии «работает ли часть системы прогнозирования?» Да, потому что, действительно, если мы не знаем, какой курс доллара будет завтра, какие мы можем строить прогнозы. Системы бизнес-анализа работают вне зависимости от современных экономических условий, потому что они оперируют реальными фактами. И проблема с бизнес-аналитикой может быть только внутренняя, если у вас какие-то плохие данные. Внешней проблемы для бизнес-аналитики быть не может. Я могу еще многое об этом говорить, но лучше предоставлюсь товарищу коллегу. Да, но я видел проблему другого плана, когда компании успешно закупали когноз, достаточно продвинутую систему аналитики, да, как вы одна из, один из лидеров рынка в прошлом. И тем не менее, при этом, на вопрос, как же вы, например, анализируете ваши премии, ну это была страховая, да, премия по продуктам, собственно говоря, по страховым продуктам, вопрос был, ну как, берем отчеты стандартные из нашей корс-системы, а там когноз ваш, ну, есть, но никто не знает, как им пользоваться. И вообще, они не знают вообще, какие там данные, и актуальны ли они до сих пор. То есть, в принципе, во многом вопрос еще и политический. Это воля руководства, чтобы эта система взлетела и работала, и чтобы пользователи ее пользовались. Если нет, то это будет еще одна система, еще один софт, который купили и поставили на пол. Ну, еще, я посчитаю, что некоторые компании могут сталкиваться с тем, что, в общем-то, как сказали коллеги ранее, там, в общем-то, внедрение системы бизнес-аналитики, оно, собственно, высвобождает детские временные ресурсы. И такие вопросы, в принципе, могут возникать в компаниях, которые там и у тех бизнес-пользователей, которые, в общем-то, боятся потерять рабочее место, потому что, собственно, вместо трех аналитиков достаточно держать одного, и то с уровнем квалификации, в общем-то, как бы, чуть выше, чем секретарь. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки, если говорить о системах бизнес-анализа, особенно в разрезе того, что сказал Андрей, да, по поводу, что пользователей, может быть, сколько угодно, да, то есть, если компания, как бы, работает таким образом, что у нее, действительно, там, на разных уровнях есть, есть, я бы сказал так, аналитики, которые работают в разных подразделениях, и вот их интересует, например, почему, вот, там, отвечает за продуктовое направление такой вот человек, да, и вот его интересует, скажем так, как шли продажи, вот, он пытается понять, как их, там, улучшить, да, там, какие могли бы быть, при этом, факторы, там, провести разностороннюю, скажем так, анализ, и, может быть, найти те, как бы, рычаги, которые бы позволили бы улучшить, да, таким образом, получается, что аналитиком в этой ситуации становится, там, не кто-то, там, где-то, да, а конкретно этот человек, который, там, интересует, это, его достаточно узкая работа. Точно так же, в общем-то, и в других направлениях, да, то есть, компания, ну, как бы, имеет разноплановую, ну, скажем, аналитическую задачу, то есть, есть аналитики, которые смотрят на бизнес в целом, а есть люди, которые отвечают за определенные направления внутри компании, у них есть свой анализ и свое совершенствование, ну, в определенных рамках, вот, которые, ну, может, конечно, рамки расширяться, то есть, если они отступили на затрагуя интересы смежного подразделения, ну, например, там, продажи чего-то там упали, ну, почему упали, там, ну, там, анализ показал, что надо рентабельность уменьшить, там, например, на цену, там, на цену уменьшить на 5%, да, там, и продажи вырастут, и мы заработаем больше. Что при этом нужно делать? Ну, если он не управляет это, ну, скажем так, маржой, да, то есть, он должен, там, согласовать это с руководством, да, или, например, там, поработать с теми людьми, которые работают с поставщиком, с тем, чтобы увидеть там более выгодные условия для того, чтобы это сделать. Ну, опять-таки, кто-то должен это поранализировать, от кого-то должна исходить инициатива, да, то есть, она может исходить из центра, она может исходить от конкретного человека. Я просто почему на этом останавливаюсь, просто, еще один вопрос такой вот, который мы так не затрагиваем, называется, какая должна быть готовность компании для начала внедрения системы бизнес-анализа? Вот, как мне видится, вот то, что я говорил, не имеет непосредственное отношение, на самом деле, к вот этому вопросу, а, ну, тем не менее, это небольшое вступление к вам, а с вашей точки зрения, какая готовность и из вашего опыта, собственно говоря. Ну, в отчасти вы уже говорили, да, что там, раз, там, познакомились, на следующий день приняли решение, а там, еще, там, долго думали, там, ну, это, как бы, как принимается решение, да, вот, действительно, готовность, да, ну, хотят купить, а вы не продаете, например. Бывает такое? Ну, то, скорее, наоборот, там рассказывают, а люди не понимают, что это. Ну, хорошо, они, я, как бы, понимаю, но, все-таки, готовность компании вы как-то для себя оцениваете, и даже люди хотят купить, а вы говорите, а не, мы вам не продадим, вы не готовы. Ну, вот, специально, так, заостряю внимание, но как вы на это смотрите? Кто первый? Тут, на самом деле, этот вопрос, это создает... Скорее ко мне, а у них всегда так. Нет, на самом деле, я могу сейчас ответить на этот, на оба вопроса, я могу утвердительно ответить на вопрос, да, бывают ли ситуации, когда хотят купить, мы говорим, нет, вы не готовы. Да, у нас бывают такие ситуации. Правда, в данном случае речь идет не о том, что у нас хотят купить систему, да, а о том, когда у нас хотят купить сервис, то есть просят нас разработать то или иное предложение. А в таких случаях бывает, что мы говорим, да, вы еще не готовы. Я объясню, почему. Собственно, начну сначала. Показать подниму критерии готовности к компании к внедрению в бизнес-аналитики. Во-первых, эта компания должна сама для себя понять, что у нее есть какие-то проблемы, да, потому что компания, которая счастлива, у нее все прекрасно работает. И, ну, вот, пример прошлого года, зимой, летом мы общались с металлургическими компаниями в Запорожье. В кризис, да? Да, говорим. А вот летом мы, в начале лета, в прошлом году, еще до кризиса, общались с металлургическими некоторыми компаниями в Запорожье на предмет внедрения ERP-системы. Ну, и немного там по бизнес-аналитике. Ответ был примерно такой. Ребята, какое повышение эффективности? У нас столько денег, что мы в них прячем книги. Куда, что, какая эффективность? Осень, кризис, металлургия летит вниз. Ну, думаю, мура, наконец-то. Пришло время повышать эффективность. Связываемся с теми же компаниями. А как вы думаете, какой был ответ? Ребята, какая эффективность? Денег нет. Вот, все. Денег нет. Тут на принтер не хватает заправить. Вот, поэтому в первую очередь, вот, как в первом случае, да, компания сначала должна понять, что у нее есть какие-то желания что-то улучшить. Потому что если у компании нет никаких проблем, естественно, что им нечего предложить. Во-вторых, компания должна перебороться в страх перед изменениями. Потому что любой IT-проект – это некоторые изменения. Да, и можно долго даже хотеть, долго собираться. А когда наступает время принимать решение, это как ремонт. Можно его долго хотеть, но помня прошлый ремонт, очень страшно его начинать. Вот, второй шаг, который должна сделать компания, это все-таки взять молоток и первый раз ударить по стенке. То есть, принять для себя, что она хочет что-то изменить. После этого уже остаются технические детали. То есть, посмотреть, какие есть данные. Сделать так, чтобы выбора не было. Ну, это уже внутренние процессы компании, нам и к этому не касаемся политически. А для того, чтобы с технической точки зрения готовность компании, у нее должны быть данные. В первую очередь, то, что нужно для бизнес-аналитики. Данные и понимание, как их использовать. Мы хотим построить такие-то отчеты, мы хотим анализировать наши сферы деятельности в таких разрезах. В случае с кликом, те отчеты, которые делает компания, у нас, правило, бывают в трех видах. Это выгода, которую компания получает. Первыми, в первую очередь, чаще всего внедряются те отчеты, да, те приложения аналитические, которыми компания пользовалась уже до этого. Да, мы воспроизводим. Они просто работают там гораздо и гораздо быстрее. То, что там до этого могло считаться ночь, сейчас считается там 15 минут, типа тоже вот оборачиваемостью новой линии. Второй этап – это аналитические приложения. Тут та аналитика, которую компании давно хотели внедрить, но не имели технической возможности. Вот, опять же, на Димином примере, помню, начало нашего общения, когда мы с ними два года назад говорили о когносте, они еще тогда говорили, что хотят анализировать чеки. Вот. В процессе еще переговоров только, ну, по технической возможности, АЛАП не может проанализировать такое количество чеков. Он взрывается. И, в принципе, эксперимент, проведенный ЭБМ, это доказал. Ну, это можно предагрегировать данные, ВАЛАП. А вот дело в том, что Клик использует неагрегированные данные. Вот до каждой транзакции. Кликировать, конечно, можно все и просуммировать данные за год. Вот, не, я говорю, что Шарапун – это очень хорошая вещь, на самом деле. Я же не осуждаю. Вот. И от этого мы смогли эти данные закачать в Клик, в точную ночь и чеки проанализировать, еще в рамках, ну, не построить как полноценное приложение, но просто убедиться, что да, эти данные можно в Клик качнуть, и вот весь этот объем оперативной памяти можно развернуть там точно сюда чека, это работает. То есть те аналитики, которые компании до этого не имели возможности делать. А потом уже наступает третий этап. То есть когда уже начинается творчество, то есть уже на базе этих отчетов люди говорят, ой, мы ведь можем еще и так вот это анализировать, а мы можем здесь взять там и перемножить все наши годовые остатки, посмотреть, выдержит ли это Клик. Вот. Вот в этих случаях, когда уже начинаются этапы развития, бывают моменты, когда компания хочет что-то анализировать, но у них нет для этого данных. Да, ну тогда мы говорим, ребята, ну, мы не можем анализировать, потому что вот эти данные у вас лежат вот в бумаге, на бумаге в столе. Сходите, принесите в Excel, мы их подкачнем и проанализируем. То есть в данном случае есть только такие ограничения неготовности компании, нету данных. Ну, опять же, вот, комментируя Малалок Андрея, могу сказать, что вот действительно даже если в случае с новой линией, да, пошло два года, прежде чем клиент внедрил решение, то, ну, в нашем случае с клиентами переговоры порядка года, это действительно был период, пока клиент реально зрел. То есть начиналось все с того, что да, есть. Да, не совсем так. Два года назад мы с ними говорили о когнусе. Вот, и я думаю, что и по когнусу решение... Я вас померю, это и не совсем так, и совсем так, потому что на самом деле период созревания, это скорее идеологический фактор, и вот люди от понимания, что вот есть что-то такое, им даже не важно какой инструмент, но в принципе вот что-то такое, до принятия решения, это все равно созревание. Поэтому мы, отчасти правы вы, а отчасти правы вы. Я как раз об этом и говорил, что вот как раз он был вопрос зрелости, насколько компания зрела, и можно ли проводить внедрение. Как раз BI-проекты это, к счастью или к сожалению, это проекты, в которых одной только воли IT недостаточно для того, чтобы проект пошел. Ну, это уже хорошо, но все равно без, можно сказать, заручения, если вы не заручились, либо кем-то из бизнесов достаточно высокого ранга, проект просто будет... Ну, надо уже, вопрос такой есть, возможно ли не дарить бизнес-интеллект систему собственной силы, а эти отделы предприятия? Конечно. А вы только что сказали, что? Что? Нельзя, потому что в этот процесс нужно кого включить? Предприятие. А, IT, IT. Ну, я бы сказал... Ну, Владимир, это два разных вопроса. Можно ли внедрить, и можно ли принять решение? Это два разных вопроса. Это в зависимости от того, что человек имел в виду, понимаете? То есть, один средств. Я думаю, это... То есть, как бы, может ли предприятие... Нет. Если его трактовать, как может ли предприятие внедрить собственными силами, то может. А если внедрить силами IT-отдела, ребят, то... Ну, IT-отдел, собственно, он просто поставщик внутренний этого церкви. Ну, если есть, грубо, я скажу, да, если у вас нет аналитиков, которые будут этим пользоваться, то ничего вы не сделаете. Ну, я знаю... Сколько бы вы их не настраивали, и какие бы вы данные не сортировали, они положат на полочек. Спасибо. Я знаю, как минимум, ну, два примера. В Украине, когда ритейловые компании действительно внедряли аналитику на Майкрософте самостоятельно. То есть, им никто не помогал. Майкрософт об этом узнал уже после того, как внедрение было произведено. Это заняло, ну, по-моему, год или два, но это итеративные процессы. Опять же, компания и сам BI-проект рос в таких компаниях вместе с самой компанией. Но здесь, опять же, и в том, и в другом случае, я знаю, что бизнес был непосредственно заинтересован и вовлечен в этот процесс. Да, айтишники самостоятельно обучились, они в то время еще ходили ко мне на курсы по этой технологии. Самостоятельно внедрили, никто не помогал им. Это обошлось... Ну, это потратили... Они потратили много времени по ресурсам, но это только зарплата специалистов. Да, но без... В этом ведь фоном шел другой процесс. То есть, эти же люди внутри компании, они помимо функции, непосредственно, то, что мы относим к IT, да, то есть, там, настроек, программирование, еще чего-то. Они были консультантами. Они были внутренними консультантами, которые говорили, ребята, вот это можно сделать вот для этого, а вот это вы можете вот так вот сделать. То есть, по сути, они были проводниками новых идей для компании, занимались они ничем иным, возвращаясь к тому, с чем мы начали готовности, да. То есть, по сути, они работали на то, чтобы довести готовность компании до состояния, когда она к этому решению уже действительно подойдет и начнет понимать, что ей уже это нужно. Да, совершенно верно. Это один из способов... При этом могу сказать, что в некоторых компаниях, которые я видел, уровень специалистов был действительно высок, не ниже, чем у консультантов сторонних компаний. И тут вопрос действительно в том, что должна быть поддержка бизнеса. Мне уже трудно что добавить. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть из опыта внедрения в BI-проекта. Большое значение имеет, кроме того, что там, в общем-то, IT-персонал должен быть подготовлен и так далее. Наличие в компании одного-двух аналитиков, которые, собственно, делают платформу для BI-системы. То есть, вот уровень аналитиков, если у вас в компании есть аналитики, которые, собственно, могут ответить на 90 вопросов, какие должны быть отчеты, какие должны быть показатели и так далее. Это те же 90% успеха в проектах. Ну, и с другой стороны, я до этого пил диферамбы специалистов внутри компании, но есть большое но. Потому что все они обычно безумно перегружены. И вот просто на одном энтузиазме... После 18.00... Заразник проект просто очень-очень нервный. У нас, например, аналитик, после 18.00 перемещался в IT-отдел. И работали часов до 9, в общем-то. Это насчет таких вот моментов для нашей системы. Хорошо, я предлагаю, скажем так, подводить... Вопросов уже никто не задает на протяжении последних 40 минут. Может быть, людей уже нет? Есть люди? Есть. Значит, все нормально. Значит, мы настолько интересно рассказываем, что вопросов у них уже нет. Ну, как мне видится, мы все-таки на основной вопрос, который у нас был сформулирован, как бы, а есть ли, да, там, и работают ли сейчас системы. Ну, я думаю, ответ все-таки дали, да, и не просто дали, работают. И, мало того, работают эффективно. Но у тех компаний, которые подошли, уже действительно осознанно подошли к необходимости использования таких систем, и имеют для этого базовую платформу в виде, там, нормальных, скажем так, достоверных данных. Потому что, если нечего анализировать, хотя, я там сегодня два раза приводил примеры, да, то есть, данные недостоверны. А, ну, в этой ситуации, скажем, такие простые штуки, они показывают, в общем-то, что, ну, система, да, бизнес-анализа, ну, можно ее так условно назвать, и она может дать возможность выявить эти недостоверные данные. Да, да. Ну, если, например, у вас все время, скажем, дата поставки продукции, то, что я сегодня говорил, да, там, и дата фактической, а, ну, или дата планированной поставки, и дата фактической поставки, все время отклоняются в сторону минусов, ну, то есть, почему-то планированного всегда меньше, чем дата реальной, то есть, поставляют всегда раньше, чем вы планировали, то, наверное, стоит задаться себе вопросом о том, что, наверное, что-то не так или с системой планирования, или с системой мотивации того человека, который вводит эти данные, или еще с чем-то. И точно так же и по другим параметрам. То есть, если какие-то расхождения, то можно делать выводы как относительно, скажем так, корректности постановки задачи, так и относительно, скажем, того, чтобы данные, которые вводят пользователи в систему, они были адекватными. И контроля за вводом этих данных, если мы не увидим вот этой картинки, то мы можем и не знать, что там есть регулярное отклонение минус. Или мы можем не знать, что, например, в конце месяца почему-то чудесным образом план выполняется, а в начале месяца мы две недели раскачиваемся, и никак не можем выйти на плановые цифры. Потом окажется, что система мотивации опять-таки выстроена, чтобы результаты подвезли 31-го числа или 1-го числа. Поэтому все хотят дать план, даже если он не выполнен, все равно хотя бы цифры нарисовать. А потом разберемся, подрисуем, главное премию получить. Ну и другие такие нюансы, которые, в общем-то, есть в реальной жизни. Но для того, чтобы их увидеть, тоже нужно анализировать. И аналитик в Кишке сможет искрыть проблемы, но, опять же, решить она их может только помочь. А решить, да, совершенно верно. Но решают их опять-таки кто руководство предприятия. Вот затронула очень интересную тему, значит, выверки данных. Я вспомнил о связке BI и ERP на стадии внедрения. Потому что зачастую, я думаю, что у Алексея тоже сталкивается с ситуациями, когда их специалисты начинают из-за переговоров с компанией внедрения и бизнес-аналитики. И получают ответ, типа, мы бы с радостью, но мы сейчас планируем или внедряем ERP как раз в новую систему, или планируем внедрять ERP-систему, а потом вернемся к бизнес-аналитике. В нашем случае, не исключая, что и в случае с продуктами Microsoft, внедрение системы бизнес-аналитики параллельно может значительно облегчить внедрение ERP-системы. Как раз в том, что касается выверки данных. У нас в сентябре был успешно закончен ERP-проект по автоматизации крупного промышленного предприятия по изготовлению высоковаркетного оборудования системы N4 ERP-LM, ранее известной как БААН. Параллельно, при помощи клика, процесс выверки данных, я не знаю технических подробностей, но процесс выверки данных мы делали с помощью клика, и он занял в 4 раза меньше по срокам, чем это происходило обычно до этого при стандартной методологии внедрения ERP. И плюс еще, опять же, стандартная логика, если вы внедряете ERP-систему, то какую-то, может быть, учетную систему, другую нужно внедрять, или склад, любую другую после ERP. Когда мы говорим о бизнес-аналитике, бизнес-аналитика все равно пользуется статистическими данными, и все равно определенные статистические данные у вас хранятся в старой системе. Соответственно, вы можете спокойно внедрить бизнес-аналитику на старую систему, потом внедрить новую учетную или новую ERP, подключить ее тоже как источник данных к бизнес-аналитической системе, и у вас будут более полные данные, у вас более легко пройдет процесс внедрения выверки, и, опять же, без данных из старой системы вы все равно никуда не денетесь. Так что, не откладывайте. Хочу добавить, да, что в моей практике был клиент, это банк, который, ну, по планам развития IT, которого было через три года поменять корбэнкинг-систему, ну, то есть АБС, фактически ядро банка. Компания в данном случае решила не ждать, пока не пройдет три года, прежде чем они перейдут на другую корбэнкинг-систему, потом еще два года, когда это внедрение закончится, а сразу перейти к BI-системе, поскольку, ну, в принципе, там, хранилище данных и многомерные АЛАП-отчеты, ну, терминами Microsoft, позволяют вам абстрагироваться, да, от ваших бизнес-систем. Если вы, ну, это аналогично для других биосистем, если вы от них абстрагируетесь, то фактически вы можете даже упростить переход на новую систему, поскольку это не так болезненно, данные у вас все равно есть в BI. Хорошо, коллеги, спасибо. Либо, значит, я еще там пару комментариев под завершение хочу сделать, еще пару вопросов как бы есть, которые не совсем лежат в сфере нашего, там, на Теринга, но тем не менее, так, наверное, надо прокомментировать, то, что уже второй раз там спрашивают. Я вижу вопрос, это их Ярослава, да, Машленковскому, то есть я вопрос видел, я его специально не инициировал, поскольку действительно немножко в разрез Теринга, сейчас на экране, да, вот. Тут два вопроса на самом деле еще, зачем бизнес интеллигент система, если не заблакивается на ERP, я попробую коротко, да, то есть если, скажем так, предприятие, ERP это, в принципе, не продукт, не программный продукт, ERP, можно взять словарь, там, АПЕКС и прочитать, что это, скажем, определенная система, если так простыми словами, да, там, использование внутренних преимуществ компании, да, получение, там, внешних преимуществ, конкурентных. Под понятием системы это и бизнес-процессы, и, там, различные, там, программные продукты, и управленческие технологии, и еще много чего. Вот, поэтому, если это все предприятие не интересует, но бизнес интеллигентная система тоже не нужна, правильно? Вот, мы уже в это выяснили, то есть предприятие, значит, не готово работать над собой, над совершенствованием своей системы и системы управления, прежде всего, и использовать. Если же имеется, и речь идет о том, что там, ну, отдельные программные продукты, на этот вопрос мы тоже дали ответ, да, то есть есть продукт, там, склад, есть, там, еще чего-то, но предприятие хочет понимать, как оно может работать эффективнее, берет, анализирует данные с помощью бизнес-эффективности и получает результат. Вот, вот так кратко. А что касается, вот, первого вопроса, там, какие, у меня нет, группы вопросов, какие прогнозы на внедрение ERP-систем в следующем году будет больше заказов или меньше? Ну, давайте так, больше, меньше. Ну, я думаю, что их будет больше, конечно, поскольку, когда... А здесь делать не надо, мы будем больше. Почему будет больше, но стоимости будет меньше. Ваше мнение. Ну, да, можно смотреть на эту позицию, с точки зрения, хуже, чем в этом году уже. Не, ну, в принципе, ситуация действительно, ну, экономическая, объективно налаживается, плюс есть такое понятие, как отложенный спрос, да, то есть, действительно, в этом году многие были очень напуганы, даже те, кто хотел и имел возможность внедрять ERP-систему, они этот вопрос откладывали. Так что, в принципе, в следующем году, скорее всего, будет некий рост на рынке ERP. Вот. Я уточню свое экспертное мнение таким образом. То есть, исходя из того, что я сказал про ERP, то внедрений ERP будет однозначно больше. Почему? Потому что те, кто не внедрит ERP в том смысле, о котором я сказал, они просто уйдут, разорятся. То есть, это компании, которые не совершенствуются. Не совершенствоваться в условиях нынешних нельзя. Нынешние условия будут, условия, черт, изменения рынка, они будут еще очень долго. То есть, мы в застой не вернемся. Однозначно. Соответственно, кто не совершенствуется, тот умирает. Ну, тут и все. Поэтому заказов будет больше. Мелкий, средний или крупный бизнес от количества рабочих мест. Ну, тут я как бы не знаю, как вот ответить. Мелкий, средний или крупный бизнес. Кто будет заказывать больше в смысле ERP-систем? И у мелкого, и у среднего, и у крупного бизнеса есть свои понятия ERP-системы. Мелкий бизнес думает, что 1С – это ERP. Средний бизнес понимает… И большой бизнес тоже так же думает. Ну, далеко не все есть большие бизнесы, думают, что… Нет, ну, ERP-то тоже, как бы, такое понятие. Аксель тоже, наверное, ERP в каком-то смысле. Да. Именно в смысле Enterprise и Source Planning. Ну, для каких-то компаний, понимаешь. Ну, я думаю, что, если говорить с точки зрения, там, какой-либо статистики, то, ну, тенденция в Украине раньше была такова, что наиболее активно именно ERP занимался средний бизнес. Всегда. Почему? Ну, потому что это тот бизнес, который рос изначально, ну, грубо говоря, с нуля, и, соответственно, он всегда работал над собой. Крупный бизнес, он работал над другими рычагами, не рыночными, я скажу так, в общем. В этой связи могу сказать, что дальше ситуация должна бы меняться. Ну, как она будет меняться на уровне политическом? Вот если на политическом она будет меняться с точку в направлении рыночной, то, соответственно, и большой бизнес никуда не денется, он тоже будет учиться жить на рынке. А если эта политическая ситуация будет меняться в другую сторону, он будет по-другому. Политические прогнозы я строить не буду. Какие системы будут востребованы, отечественные или иностранные? Я думаю, что так вопрос, в принципе, не стоит по той простой причине, что, ну, скажем так, системы будут востребованы те, которые действительно нужны. И здесь уже вопрос, скорее, не того, что лучше, там, отечественное или иностранное, да, то есть, ну, подоплюка это вопрос, скорее, такая, да, там, ну, как раньше было. А вопрос того, что если есть наша система, и она по каким-то характеристикам более подходит, да, для предприятия, то, наверное, там, предприятие будет отдавать предпочтение наше, потому что, как правило, наша там, ну, еще и дешевле при этом. Если же нашей нету, ну, куда денемся, будем тратить там то, которое представляют поставщики. Потому что реально рынок, украинский рынок IT, он на сегодняшний день, ну, просто не может удовлетворить потребителя. То есть, надо говорить честно, да, откровенно, как есть. То есть, нет у нас достаточного количества, там, разнообразных решений, которые могут позволить, вот, покрыть потребность. Нет, разнообразие есть, не всегда, ну, не всегда качественное. Еще раз, точнее, украинское, да. Ну, в принципе, на этот вопрос легко каждый вопрошающий может ответить сам себе, спроецировав это на автомобиле. Да, может ли украинский рынок автопорта уметворить всех, да? Ну, всех не может, но многих может. Значит, веб-интерфейс, панацея или потребность, где у нас в следующий год, ну, я бы сказал так, что, наверное, ни то, ни другое. То есть, веб-интерфейс, это уже, ну, так, в какой-то мере переходит в признак хорошего тона, да, то есть, уже там, система просто должна его, как бы, иметь. Если она его еще не имеет, то разработчик плохо работает, ну, там, грубо говоря, на своей системе. Аренда систем, включая серверную платформу и аутсорсинг или полноценное приобретение. Ну, что могу сказать, за последний год это становится темой все более популярной. И сегодня мы уже практически от всех участников услышали, что такой подход есть с точки зрения, там, давать системы в аренду. Salesforce, вот, в прошлом, в кризисном-кризисном году вырос, по-моему, на 42%. Это как бы говорит, ну, Salesforce, это CRM-система, которая предоставляет свои услуги по запросу. Вот. Таким образом, экспертное мнение мы высказали, хоть оно и не в рамках IT-фурма, или IT-ринга, да, но я надеюсь, что этим мы, скажем так, задачу выполнили. Я еще раз, на всякий случай, проверим, может, еще какой-то вопрос остался. Вот. И будем, скажем, на сегодня закругляться, переводить режим ответа. Ну, слушайте, точно еще один есть. Ну, слушайте, что такое. Кто проиграет активность после 17.30? Судя по этим ответам, можно судить о востребованности бизнеса, интернер-система, или я не прав. Ну, это как раз вопрос для того, чтобы мы там закруглились, вот там, буквально там, по основному тезису. Грослав, вы правы. Звоните. Абсолютно правы. Я думаю, что после первого шока люди начнут принимать решения именно в следующем году более активно. Я, собственно, с этого начинал, поэтому, конечно, да. Нам можете звенить даже в этом году. Итак, коллеги, мы завершаем наш IT-ринг, завершаем сегодняшнюю интернет-трансляцию форума «Инструменты для активного управления бизнесом». Я надеюсь, что на этом мы, на самом деле, не прощаемся, а только там открываем следующий этап. То есть, оффлайн-форум на нашем веб-ресурсе на сайте IT-форум работает. Я прошу задавать вопросы. Надеюсь, что те докладчики, которые у нас были сегодня, они будут на эти вопросы отвечать. Предлагаю, скажем, на самом деле, отвечать и тем, кому вообще есть что сказать по этому поводу. Таким образом, я надеюсь, что форум оффлайн у нас будет жить и функционировать на регулярной основе. А для нас это, собственно говоря, будет той подоплекой, на основании которой мы уже сконфигурируем форум онлайн, который пройдет в начале декабря. Даты сейчас уточняются. И с удовольствием с вами увидимся уже там воочию и сможем пообщаться действительно уже так вот лицом к лицу, задать друг другу вопросы. Кстати, буду признателен за ваши предложения относительно формата работы этого форума. Потому что у меня складывается такое ощущение, что, возможно, тем докладчикам, которые сегодня доклады сделали, уже и время для докладов не нужно. Просто они могут прийти на форум и просто начать сразу отвечать на ваши вопросы. Таким образом, у нас более эффективно используется время докладчиков. Ну, а чего? Презентации уже, как бы, в интернете есть, люди уже выступили. Вы можете там взять и посмотреть еще раз. Я бы предложил дали более сокращенную программу, прийти на форум и сразу начинать подписывать договора. Ну, это скорее будет уже не совсем форум, вот такой, как бы, ну, не знаю, там, контрактовый ябл. Но мы над этим подумаем. Пока бы идея новая. Это грезы ревутского. Совершенства нет предела. Значит, всем огромное спасибо. И, прежде всего, конечно, огромное спасибо нашему техническому партнеру компании Адамант, которая обеспечила сегодняшнюю, скажем, трансляцию. И обеспечит в ближайшем будущем вот эти видеоматериалы. Мы их разместим там в начале следующей недели на веб-сайте. Потому что те люди, которые сейчас почему-то не успели посмотреть или захочут пересмотреть еще раз, они смогут это сделать. Спасибо за внимание. Спасибо, коллега. Спасибо, коллега. Спасибо.